Всем доброе утро, с вами Игромания. Утром опять же... Дмитрий Шапилев. Константин Иванов. Дмитрий Кудряшов за кадром, там еще Василий Копикин подошел. Так что, распалив огонь Инквизиции, начинаем по чуть-чуть переходить. Я повторюсь даже, что на улице холодно, на душе голодно, вышел Dishonored 2, а патчи на PC до сих пор нет, потому что 9 гигов обещают на консолях. Как жить вообще, я не представляю. Ну, собственно, никаких сюрпризов касательно ААА проекта на ПК. Мне кажется, удивляться будем, когда какая-нибудь такая игрушка выйдет сразу безупречно. Вот ты когда последний раз что-то такое помнишь? Титан Фолл 2. Что, реально не лагает? Слушай, не знаю, вот пока нет. То есть у Титан Фолл 2 в сингле, Титан Фолл 2 в мультиплеере. Такой берешь, совмещаешь, получается нормально Титан Фолл 2. То есть, реально. Вот с Watch Dogs там есть некоторые претензии, насколько я понимаю. Как бы сам еще не дошел, руки как бы не доползли. А вот Титан Фолл 2 я прям... Знаешь, после того, как я Battlefield настримился, у нас Battlefield прекрасный, но его надо вот перерывами, порциями кушать. Порцайками? Да, а вот Титан Фолл 2, это прям вот ты берешь робота, засаживаешь в него пилота, и как бы у вас... Засаживаешь в него пилота. Засаживаешь по самый шлем в него пилота, и у вас начинается, соответственно... Господи, проходячих роботов-то все уже забыл. Вступайте в Легион, там вот это вот было. Но меч... Мех Вариор. Получается, Мех Вариор, как бы вы сражаетесь, все замечательно, надоело, вылазишь из робота, и по идее должна начаться какая-то Call of Duty, там, да? Так нет, начинается, в принципе, совершенно какой-то смагорье, потому что вы пилот, вы царствуете на поле битвы, бежите, стреляете. У тебя в одной руке смарт-пистолет, который просто при дополнительном наведении убивает трех врагов, если как бы у тебя вот есть возможность на него навестись. В другой руке у тебя снайперская винтовка, и все прекрасно. То есть боты, которые на поле битвы у вас присутствуют, они даже абсолютно являются мишенями. И вроде бы тир, да, вроде бы тот же тир, который должен быть в батле, это вот нет, как-то динамично играется. А люди, ты вот думаешь, что ты уже научился, все хорошо, приходишь в мультиплеер, и тебя прям вот, да, начинают просто вот срезать. Ну, срезать меня будут сегодня. Я хочу анонсировать то, что у нас сегодня будет ностальгический стрим по как раз-таки Call of Duty Modern Warfare, Modern Warfare Remastered. Да, ремастер, вот, да. Да, мы с вами часик походим в синглплеере, верните, не мой, 2007-й, да, и часик я попозорюсь в онлайне, потому что я это повторял. Сейчас заходишь, а там все тоже такие, ты что, Call of Duty надо посмотреть, вообще что это? Возможно, но в любом случае, я уже не раз говорил и не раз повторюсь, что из мультиплеерных шутеров я играл и играю только в Overwatch. В Call of Duty Modern Warfare, я когда-то заходил в Quake 4 в онлайн, меня там просто сразу унизительно нагнули. В Doom, зайди в Doom, в Doom я хорошо, заходишь и сразу у тебя на экране борщи, демоны, дробовиком помешиваешься. Да, вот это вот, да, все замечательно. Вот, пытался найти в группе, что-то не получается, видимо, далеко ушло. А что, что это новость? Да, про то, что разработчики Dishonored, по большому счету, предлагали там какие-то официальные танцы с бубном, касательно того, что... Нет, только вот и нет, я как раз, знаешь, в нашей группе, я как раз тебе и цитирую, что они предложили, ребят, если у вас какие-то проблемы с PC, да пожалуйста, почему у вас 1080 и GeForce еще нет? И люди как бы очень длинно написали, почему нет, GeForce нет. Почему нет, да. Да, и разработчики говорят, ну что же, эта игра, вот она для 1080 и для прекрасной Glorious консолей. А все остальные, у кого проблемы, ну... В общем, еще и на консоли 9 гигов, да. Да, на консоли, говорит, такой, докачай 9 гб. Пока еще нет. И вот, собственно, третья отбивка? Нет. Давайте, да, собственно. Да, ну да, ну, кстати говоря, Настя Миткова как-то с Dishonored у нас совладала, я уж не помню, она там рассказывала, какое у нее... Возможно, 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 Настя поправь нас, если мы не помню. Вот, да, а почему нет 1080 в 2к 16-ом? Ну, ну, да. Так, так, да. Да, Алекс Лис, я сегодня с вами весь день, если что, вот сейчас мы отведем утренний эфир. Буквально часик у меня будет на то, чтобы передохнуть, мы с вами побегаем в колду. Ну, что-нибудь там подделаем, наверное, я надеюсь, это будет не очень скучно, потому что я буду дико лажать, я буду первый раз играть в шутан с геймпада. А, это вы в колду будете с геймпада. Да, 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 мы будем извращаться. Никакой системы автонаведения, которая, ну, как бы она, знаешь, она есть, она, по идее, помогает тебе, удобнее с тиками, но на самом деле такой заходишь и просто парни... Попробуем, у которых джойстик перетянут этими резинками, знаешь, по старинке такие, типа, хопа, у них настроено, они сразу в голову наводят. Вот, короче, да, будет более унижение в течение двух часов, а потом еще, наверное, полчаса и отдохну. И у нас сегодня одна из самых ожидаемых лично мною новинок, это Eagle Flight, проект от Ubisoft для PSVR. Будешь парить над городом. Да, я не знаю, насколько это будет интересно смотреть, потому что все-таки VR, но да, я постараюсь два часа нормально попарить и... Нет, не потому что я вейпер! Черт, я не успел, я не успел сейчас просто... Имеется в виду, да, два часа полетать и при этом не избавиться от своих внутренних органов, вроде бы у меня... Я думаю, там нормально будет, не так страшно, главное, ты это вниз не смотри, или смотри там как... Да. Даже как из Инферно, не смотри вниз, а, или смотри вниз, а, черт, я не помню, разберись сама. Да. Сегодня день Дмитрия Шапилева. Ну да, я просто на недельку вперед себе тут всякие стримы... Remember, remember, 14th November. Да, чтобы потом уже нормально работать. Новости будут, да, да, все, приступаем к новостям. Первонаперво, да, у нас раздача слонов, а именно конкурсы, 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 конкурсы. И в этот раз мы разыгрываем довольно неожиданный приз. Это артбук «Мир игры Assassin's Creed 3» внезапно. 2016-й и Assassin's Creed 3. Ну, кстати, артбук там очень крутой. Да, разыгрываем от издательства «Фантастика Книжный клуб». Замечательный, по-моему, приз, но не главный. А главный это у нас блок питания Deepcool DA700. Отдай. Ну и футболочка с логотипом. Отдай блок питания. Хороший экстанер. Нет, ты блок питания не получишь, а получит его тот, кто у нас подпишется на игроманию ВК, подпишется на «Фантастику Книжный клуб» и сделает репост этой записи. Итоги подведем 29 ноября в конце месяца. А меж тем, кстати говоря, Assassin's Creed 3 насчет артбука. Там же главного героя зовут Радун Хагейду. Эта игра настолько прекрасна, что я когда выучил имя главного героя, Радун Хагейду это же. А так, Коннор, Коннор. Ну да. Не, необычный сеттинг, необычное окружение. На самом деле, вот Assassin's Creed 3, при том, что были у нее недостатки, я тебе так скажу, она... Не, ну я прошу, я обожаю Assassin's Creed. Ну как, мне Black Flag еще очень нравится. Да, вот так хочется, неужели Black Flag не понравится. Да, возможно, потому что я сейчас до сих пор смотрю «Черные паруса». Пиратские вот эти вот. Вот, да, пиратская тема, да, все замечательно. Дальше пошло уже что-то не то. Нет, ну дальше они просто ближе к нашему времени, и в принципе все понятно, неплохо показывают, но... Французская революция очень ближе к нашему времени. Ну, ближе, чем пиратская тема. Не, я имею в виду именно геймплейные фишки. И, короче, что говорить... Если говорить про Art Direction, то да, вот Art Book, особенно Assassin's Creed, если третья часть, я бы хотел. Я бы хотел. Я вообще люблю... Но получится вот тот. Но получится вот тот, кто репостнит, да. Так что вот так. Вот Assassin's Creed Синдикат, лучший ассасин. Ну, ну... Мне вот что есть сказать. Мне есть сказать, что в центре запуска Call of Duty Infinite Warfare появилось много интересного. И этот центр запуска находится на нашем сайте, как и другие центры запуска, которые будут открываться прямо перед каждым релизом большой ААА и не только игры. Казалось бы, при чем тут конвейеры, да? Какие конвейеры бросаются? А в Deus Ex все, потому что был первый центр запуска у нас по Deus Ex и по Gears of War, а теперь у нас по Call of Duty. Не только. Нет, ошибаюсь. У нас центров запуска было много, и их будет еще много. Мы их будем стараться устраивать на каждый вообще топовый проект. У нас там будет полное собрание всяких интересных, простите, разнообразных материалов. Вот как сейчас, смотри, в центре запуска, посвященном Infinite Warfare, у нас появилось много новых материалов. Во-первых, мы готовили рецензию, это раз уже, в которой рассказали о преимуществах новой части популярного сериала, про Джон Сноу. Это одно из преимуществ. Правда, мы поставили все-таки... Спойлер, алерт. Да. Мы... Где у нас рецензия? А вот на рецензии. Вот и клуб. А вот, да. Если что, мы поставили не 12 из 10, как один наш... На кончиках, на кончиках пальцев. Как один наш бывший, да, коллега. Нет, все-таки, все-таки... У нас просто не хватило столько баллов. Мы поставили объективнее. Да, да, да. Так вот, и пока Дима проверяет, мы еще попытались разобраться, поиграть в ремастеры. Собственно, кто играл в ремастеры, вы прекрасно знаете, смотрели, наверное. И стоит ли возвращаться вообще в прошлое с обновленной версией, 4-й части или нет? Если вы еще не успели с этим ознакомиться, то сегодня приходите к Дмитрию, он вам все это покажет подробно. Да, если что, Infinite Warfare мы поставили восьмерку. Это очень высокий балл, но, тем не менее, сдерживая эмоции. У нас, кстати, возможно, в скором времени готовится некая смена оценок, и поэтому вы трепещите, ждите, и, наконец-то, мы приведем все к общему знаменателю, что в журнале, что на сайте, все согласованы. Уже кипит в работе, в чем будет. Да. Да, отпускаем по чуть-чуть наш центр запуска, на котором все долго-долго работали, особенно авторы. Вот. И говорим про всякие праздничные мероприятия, а именно праздник у нас устраивает мега-корпорация Wargaming. Они устраивают свой WG-Fest или Wargaming Fest. Да, да, да. Приглашают на фестиваль WG-Fest в Москве. Программа рассчитана на всю семью. Развлечений и всяческих конкурсов с ценными призами хватит всем от мала до велика. Кроме того, организаторы приготовили особый подарок посетителям с самыми разными музыкальными предпочтениями. На фестивале выступят Ёлка, Каста и Би-2. У меня от новости аж микрофон отвалился. А, да. Еще несколько причин посетить WG-Fest. Во-первых, в рамках мероприятия пройдут личные зачеты по всем играм Wargaming. World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes. Без призов, конечно же, не обойдется. Во-вторых, посетители фестиваля смогут пообщаться с разработчиками любимых игр, узнать, какие свежие новости. узнать просто свежие новости и вживую увидеть выступление знаменитых киберспортсменов. Не бойтесь проголодаться, фудкортов хватит на всех. Ну, кстати, это вот одна из причин, почему вообще Wargaming полностью не было на Игромире, если вы приходили увидеть огромный-огромный стенд, вот его там не было, потому что все финансовые средства и прочие ништяки пошли вот на это прекрасное огромное мероприятие. Ну, потому что Би-2-то снять хотят. Да, но смысл все-таки в том, что ВГ-фест он действительно будет таким немаленьким, и, заметьте, он будет один день, там не два, не три, не четыре, там именно один день, зато действительно один день будет прям бабах такой. И билетики там недорогие, потому что как раз, ну, как бы они, работает с аудиторией, если вы действительно хотите, если вам действительно интересно, вы придете и какие-то там дешевле, по-моему, тысячи рублей, если не ошибаюсь, заплатить это как бы не проблема. Это вам не игра, мир с 7 тысячами рублей. Ну, да, да, да. Стандартный билет, стандартный билет 950 рублей. 950, ну, в общем, да. Семейный, почти двушечка. Даже есть детские билеты по 500 рублей. Ну, если вы хотите совсем себе випом, то 3,5, пожалуйста. Кстати, хвастанусь, у меня битва играли на... На дне рождения. Вот это было темно. На дни первокурсника, когда я в институт только поступил. Практически день рождения. Да. Если что, да, проходит это все веселье 17 декабря в экспоцентре на Краснопресненской. Еще целый месяц. Занести еще целый месяц. Да, 17 декабря. Причем проходить будет с 10.00 до 24.00. Вот поэтому один день. То есть они прям до полуночи такие Ох, ребята, битва, давайте такой Мойлер Дерон. Это не цель. И даже не средство. Кстати, елки мои почтение. Ну, видишь, они собрали просто очень разную группу, чтобы кто-то любит битва. Да, да, да. Кто-то любит World of Tanks, который подготовился к выходу на PS4 Pro. Вот. То есть... Ты прям у Васи учился, да? Подвел, да. Ты мастер подводок. World of Tanks готовится к выходу на PS4 Pro. Обновление 3.4 стало доступно 9 ноября. Этот апдейт добавил в игру поддержку новой консоли. То есть, в общем, если Вы уже счастливый обладатель, если Вам сейчас завидует PS4 Pro, тогда, в общем, берите и ставьте World of Tanks на PS4 Pro. Поддержка HDR на всех консолях семейства PS4 увеличит количество уровня освещенности. Значит, один прожектор светил, теперь такой, пару прожекторов вам добавится на Ваш Glorious Tank. И улучшилась детализация карты. Вот сейчас мы его можем видеть. Сейчас вот промотаем буквально немножко на экране. И вот посмотрите, какой танк был, какой танк стал. Видите отличия? Наверное, они есть. Увеличенное разрешение, поддержка HDR, повышенная кадровая частота. HDR 4K. Пожалуйста, подписчики, запостите быстренько нам смайлов HDR 4K. И сейчас надо обязательно процитировать. Wargaming постоянно стремится быть впереди индустрии в технологическом отношении. Поддержка PS4 Pro отличный тому пример. Мы хотим, чтобы игра была доступна как можно большему количеству игроков на как можно большем количестве. Устроит, говорит TJ Wagner. TJ. Да. Кстати говоря, да, да, Horizon 1. Если что, тут занятная новостишка появилась, относящаяся, в принципе, к этой, ну, пустить ее, конечно же, не буду. То, что, на самом-то деле на PS4 Pro внезапно наблюдаются провисы кадровой частоты кое-где. То есть, если речь идет про, например, The Last of Us в режиме 60 FPS, то есть в 30 FPS и HDR 4K она работает, в общем-то, безугоризненно. Но, как только врубается режим 60 FPS, внезапно обнаруживается, что там до 53 кадров по... Серьезно? То есть, подожди, ну, я уверен, что они это будут догонять, вряд ли, конечно, они это догонят сильно системно, это надо догонять прям аппаратно, а это уже невозможно. При этом в некоторых играх, которые изначально работают в 30 FPS, есть падение аж до 22. Можешь провести пример? Я ведь у нас был пост в сообществе, если что, в котором на видео разбиралась, это анализировалась частота кадров, есть прям конкретные и печальные весьма примеры. Это вот нехорошая информация, но вы будете осторожны, может быть, ваша PS4 Pro не такая иногда провисающая. сгоревшие вот Дмитрий Кудряшов подсказывает про пожар, про сгоревшую PS4 Pro он видел фотографии, я думаю, сгоревшего владельца, мы неправильно слышим, здесь плохой телефон, на самом деле... Кстати говоря, нам пишут, что PS4 Pro у некоторых пользователей уже сгорело. Скажем так, если... Ну, это тренд, это тренд, все современное оборудование должно взрываться, оно настолько крутое, что Samsung Galaxy, да. Ну, я думаю, что если мы поищем хорошенько, это вот как человек, который очень долго относился к технике, как бы напрямую продавал ее, да, если мы хорошо поищем любую поставку, мы всегда найдем и сгоревшую, и бракованную, ну, это процент браков. это как это, цитирую Алекса Гуфовского, у меня очень любимого, Proton M, boom, Samsung Galaxy, ба-бах. Да, ну, вот как бы смысл, что по коробку она не сгорает. Ну, не знаю, я думаю, горит все, процент браков есть везде, горит все, но рукописи, ребята, они не горят, они не горят, да. Итак, плюс, плюс за классику. Давайте. Да, дальше, вот мы говорили про World of Tanks, игра, которая из войны делает блокбастер, между тем, тут выходит в скором времени Anniversary Edition, игры, которая про войну рассказывает... Мне опять упал микрофон, я не могу, что-то... Твоя личная трагедия. Хорошо, что хотя бы только микрофон. Так, да. Между тем, да, выходит Anniversary Edition, игры, которая про войну рассказывает откровенно, жестко, и вообще, это один из самых депрессивных тайтлов на моей памяти, This War of Mine, конечно же. Годовщине, выпуская студия 11-бит. Anniversary Edition, по случаю, да, годовщины. В нем игроки получат три новых локации, ряд новых неиграбельных персонажей. Три новых локаций, кстати, так немало. новое достижение, самое главное, совершенно новую концовку. Вдобавок, в издание внесен ряд технических правок, дополнение бесплатно для всех обладателей игры, и вот, да, между тем, Made America Great Again, сейчас вот там. Студия объявила, что работает над новой игрой Frost Punk, провозведенелый мир, неразрушенный войной. А между тем, вот, This War of Mine, ну, вот, честно, да, такие проекты выходят редко, и, на самом деле, слава богу, ну, то есть, нет, безусловно, это... Вот качество такого проектов выходило бы почаще, содержание, да, давайте пореже, а то можно с ума свихнуться, она очень такая... Я ее пробовал насчет концовки, я просто не знаю, какая оригинальная была, мне не хватило сил серьезно ее пройти. Слез? Не хватило слез дойти до конца? Не то, не то, нет, понимаешь, вот, ну, как бы, не то, что... Это как Dark Souls 3 не хватает, вам не хватает слез дойти до конца. Слез мне не хватило в Child of Light. А, да ну ладно, она такая приятная, она такая трогательная, там такая музыка. Ты наверняка заигрывал с принцессой. Черт, да, не зашло. Нет, а вот This War of Mine серьезно, то есть, во-первых, да, отлично, что она поднимает тему, которую избегают ровным счетом все. А если помнишь, там еще, а если помнишь, там дальше было еще и дополнение про детей. А, да, жесть была действительно не очень... Ну, как, я в такое играю не часто, но я достаточно много наблюдал на игровых стримах, и в принципе мне этого хватило. Нет, я... Здесь игр, в которых можно посмотреть, как стримят, и тебе достаточно понятно. Нет, я играл, и вот та игра, в которой, как бы, ну, то есть, это же обычная, привычная часть геймплея, уже сколько лет, убийства. Ну, да, просто берешь и убиваешь. Ну, вроде ничего нового. Ну, ты берешь и убиваешь, да, то есть, ну, и какая разница, ну, ты убил, типа, врага. Ну, сейчас Роскомнадзор на острим заходит, ага, у них ничего нового, значит, сейчас. Берешь, убиваешь противника, и это вот, а тут, ты берешь, убиваешь, а потом на тебя смотрят, как на мразь. Зачем ты это сделал? Как так? Вот так? Сладкий рулет верни, отсиди в тюрьме, скиллы все убавь, все, в общем, и тебе одна отмычка в трусах, и ты открываешь, а, это Мараин. Я постоянно путаю классику. Вар оф Майн достаточно уныло, скорее, чем печально, и там все равно нет всех ужасов войны, знаете, ребят, а там, где они есть, это уже не игра, ребят, поэтому не надо, если бы вам выпустили что-нибудь со всеми ужасами войны, то есть как, Shellshock когда-то это пытался сделать, но только она получилась просто тупым мясным шутером, а вот, серьезно, вы не захотите играть в игру, где показаны все ужасы войны, поверьте. Я прям вижу, как на заднем плане, Лей Радна возвращается с АВЭкспо и хочет передать вам всем привет. С войны. С АВЭкспо, да, война для косплееров. Может, передаем приятные лейчики, да. Да, Лея показывает нам пальцы, не скажем какие. Итак, разработчики Horizon Zero Dawn. Horizon? Да, Horizon, точно, я постоянно Horizon хочу прочитать. Телефон был такой, ой, телефон, телевизор был, горизонт. Разработчики Horizon Zero Dawn рассказали о создании игрового мира, ну, собственно, студии Guerrilla Games, я обожаю названия студии, Горилла, Кирилл, ну, Кирилл, студии Кирилл Игр, давайте так назовем, продолжает знакомить нас с ролевым экшеном Horizon Zero Dawn. В этом же ролике разработчики уделили внимание игровому миру и рассказали о его особенностях, так как прежде студия работала только над Killzone, да, только над Killzone, где геймплей оставался линейным, и у нас написано очень мягкое слово. Простят меня фанаты Killzone, на самом деле, не знаю, Killzone для меня настолько шутерок на вечерок, что вот это шутерок на вечерок. Ну, тут можно поспорить. Ну, то есть, нет, в нем есть посыл, посыл, но именно геймплейно, но что там, шутерок на вечерок, не знаю. Геймплей оставался линейным, с этим проектом авторы получили возможность создать что-то новое и свежее. Вот да, а по крайней мере, все, что я вижу, и видео, и игра по Horizon, очень даже сытно выглядит на игромире, кстати, было очень хорошее. Вкусно, жирно, насыщенно. Да, вот. Я ненавижу кулинарные метафоры, как гурне. В локации... Гуляш. Гуляш, да. Выглядит, как вкусный, аппетитный гуляш. Давайте на главную поставим. В локации в игре называются экотопы. Пойдем, экотопочки посетим с тобой. А ты куда сегодня? В рейтной, по экотопам пойдем. Я уже представляю. И в каждом вы найдете механических созданий со своей моделью поведения. Обещают создатели разнообразие типов местности. Вам тут осенние леса, пустынь, здесь снежные вершины, джунгли и прочее, в общем, вот то, что вы сейчас видите у себя на экране. Они создают иную атмосферу, настроение, как нам пишут в субтитрах, и в игре полная смена дня и ночи. Кстати говоря, кстати говоря, это, по-моему, я могу ошибаться, я могу ошибаться, это, по-моему, первое видео, в которое они в открытую называют Horizon RPG. Да, потому что до этого это было, ну, типа, вроде бы годов вор, но совсем внецей. До этого они говорили, что типа с ролевыми элементами, с ролевыми элементами, ролевыми элементами, боевик, 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 Ну, они постепенно расковали систему, допилили, видимо, да, типа, будет ролевая штука. Все, RPG. А удачнее расходится, вот, RPG хорошо заходит. Смотри, ну, потому что, главный герой девушка, девушка, как бы, не простой, скажем так, судьбы, судьбы, и вообще класса. Фишка в чем, ну, есть, есть разница, потому что, ну, как бы, RPG, да, подразумевает определенный контент, понимаешь, то есть, если у тебя экшен с ролевыми элементами, то есть, это часов на 8-10. Если у тебя RPG, то это 20+. Да, да, это ты по возрасту сейчас. Да, но часов в геймплее, да, понятно. В общем, то есть, либо они таки сделали ее реально большой, главную героиню, а, RPG. Вот, и, нет, на самом деле, она действительно, бдумс здесь должно быть, она действительно выглядит очень, я бы сказал, нестандартно, потому что, ну, не знаю, здесь должно быть, у меня почему-то, как бы, гибрид Зены, королева войнов, гибрид God of War, женской версии, и вообще, что-то Ведьмак, и плюс еще роботы. Нет, у меня ассоциация только одна, и она не изменится. Рыжуха одичалая. Подожди, то есть, Соня из Heroes of the Storm. Нет, Рыжуха одичалая. Да, нормально. С которой, ну, Да зайдет. С которой, да, как, чего, че, лей? Да, кстати, лагер ты викинг, ну, почему не. Я викинг вы бросил. Да, так вот, еще в детстве, говорит, бросил смотреть викинг. Нет, так что, ну, это, да, это, по факту, одичалая, только в футуристическом мире. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Мне кажется, они ее так подают, потому что сам герой. Какая она будет по масштабу? То есть здесь, когда... Ты видел реально большие игры для PlayStation 4? Сейчас таки просто отметаем Ведьмака и прочее, потому что он не эксклюзив. Который кросс-платформа, да. Да, а вот эксклюзив для PS4, чтобы он был длиннющим, ну, давай Uncharted вспомним, я не знаю. Я для PS3-то не могу вспомнить реально таких. Вот, вот в этом... не, RDR, RDR, да. Окей, да, вот RDR, но, она ввиду того, что это Rockstar, и они просто по какой-то причине не выпускали его на пучках. Потому что GTA 5, например, считаться не может таковым. RDR обладает очень специфическим сеттингом, интересным геймплеем, но просто то, что мы называем, наверное, длинным, в RDR, скорее, нудно. То есть, вот, вот, у меня как бы есть опасение, что Horizon, он может стать, нечто действительно похожее. RDR вышел на боксе, да. А, для PS4, для PS3, PS4, блин, реально у них, ну, сейчас мы пытались даже такие, Бладборн, а, Бладборн тоже, это был, в общем, был, так что, это все, вот это все тема. Да, так вот, нет, а фишка в том, фишка в том, что... Напишите нам длинные игры для PS4. А знаешь, почему нету? Ну, как нет, может, есть, мы с тобой запамят, давай сейчас посмотрим, что нам люди написали. Разрабородин, да, вот, Разрабородин шарит, я думаю, в длинных играх. нет, фишка в чем, то, что, если это большая игра, если это Open World, там совершенно на других книгах речь идет. Не, ну да, а вот, кстати, Алексис, комментарий дельный дал, ребята, это же явно девчонка из диснеевского Brave. А, Бладборн, 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 подождите, а вот разве Бладборн, Большая, да нет, Большая, я согласен, разве Бладборн не выходил на боксе? Я сейчас такой, пам-пам-пам, эксклюзив, все, ладно, нашли одну игру, Бладборн, мы справились, мы справились, давай, давай, мы справились. Horizon, это Heavenly Sword для PS4, ну нет, 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 с луком-то, с луком, яйцами, если в одном из, да, с луком и яйцами, если, ну, кстати, нет, там же девушка, ладно, поэтому, поедем дальше. Следующая новость, я думаю, ты должен просто с выражением прочитать. Если бы там вместо Rush был Fold, надо с выражением было почитать. Ну, а вот теперь нет. Короче, Gravity Rush 2, сиквел довольно оригинального, единственного, наверное, устойчивого тайтла для PS Vita, ушла на золото. Если у вас есть PS Vita еще. Если, да, если вы не продали, не купили PS Pro, например, 4. Если вы один из немногих Gravity, Rush 2, это, между прочим, теперь эксклюзив для PS 4. Кстати, ее теперь тоже называют приключенческой ролевой игрой. Я не знаю, Ну, у меня опять микрофон упал, как ты сказал про ролевую игру Gravity Rush 2. Что это такое вообще? Gravity Rush, все. Нет, RPG ты сказал, и микрофон отваливается. Вот смотри, вот понятным языком написано в твите, кстати. Насколько, насколько вот первая часть была ролевой, я уж не знаю. Настолько, насколько в принципе я танцую балет, ну, то есть я могу. Вот, ну, например, вот настолько играю тираж, что была ролевой, мне кажется. Если вы имеете в виду про лор там, или, да, сюжет, ну, неплохой весьма, ничего, геймплей, имеется в виду. Все почему-то, все почему-то, все почему-то. Окей, God of War ролевой. Вот все почему-то. Вот God of War ролевой. Вот первая, вторая, третья часть ролевая игра, или это все-таки ролевые элементы? Вот. Ну, да. Элементы были, прокачка, способности, улучшение, покупка скиллов, ну, да. Ну, сейчас это везде, блин, включает уже колду, а вот тут, да, ну, приключенческая ролевая игра, ну, ладно, спорно. Я сейчас реально представил ролевую игру по Call of Duty. Как бы всерьез. То есть, не с ролевым элементом, ролевую игру по Call of Duty, и поэтому лучше следственную смотреть. Слушай, знаешь, если из Думы сделали RPG, не подожди, опять же, там ролевые элементы в Думе. я говорю конкретно про Думы RPG. А, ты об этом, ну, тут фанаты потрудились, да, это можно и из гонок сделать RPG. А, подожди, это уже есть. О чем-то? Ну, в принципе, что-то нужно, чтобы с гонками сделать, тебе нужно, по сути, добавить ролевые элементы и добавить сюжет. Ой, она уже RPG. Ну, да. Сейчас очень трудно вообще понимать, где у нас чистый RPG, когда мы видим творение типа Divinity, как бы Divinity, фу, Divinity, Divinity Original Sin 2, вот, да, вот эта классика, вот эта RPG. И то, там, некоторые элементы уже такие не классичные. я тебе вчера драгонагу поставил первую. Вот, вот это RPG, вот это RPG, да. Ты, когда будешь там заходить в публичный дом, не жми экзотику. Вот, просто такой вброс. Окей, вы это жали, я знаю, а ты, ты не жми, но там есть три варианта, я вот жал. Если что, та игра, которую мы не обсуждаем, это Gravity Rush 2. Да, ты его хорошо подвел, да. Да, пилар с RPG, я вот, я облизывался на тир, не все выходные, но 800 рублей зажал, не знаю, потому что, а драгонага? А знаешь, почему ты зажал и не купил, потому что evil, sometimes evil wins, да, и ты вот не купил. Но при этом, драгонага отдают сейчас за 300, я удивился. Вот. В смысле, первую? Да. А что там, я бы ее и за 100, наверное, сейчас уже взял. Не, она была за 100 рублей. а посмотри, за сколько там отдают там еще старшие игры. Не, понятно, но ты вот, я вот честно жду, у меня есть мечта купить платформер про лисичку, сейчас, я не хочу показать странным, я не помню, называется Season Falls, да, вот, это как бы с одной стороны платформер про лисичку, да, ну господи, такой визуал, и в общем, она ведь, типа под витраж. Да, и просто лисичка, она как бы заманивает вас, такая вроде няшная, смешная, это знаете, как вот, если вы прошли, все-таки вам хватило совести, сил, нервов пройти, боже мой, вот маленькую штуку, Microsoft Store, Ори, The Blind Forest, если вы проходили, помните стрим, девушки, где там, Ори, Ори, вот это вот, в общем, вот, девушка переживала, большие эмоции, я тоже их переживала. обладает, это самый, хардбрейкинг, просто начало, из всего, что я видел до этого. Не, она прекрасная, но именно вот, некоторые моменты прохождения. Так, ладно, переходим постепенно, у нас сегодня есть рубрика, игры, которые, а зачем, если есть Overwatch? Ну, смотри, авторы Paragon знакомят игроков с Христом, вот это вот, да, вот это, вот это, я просто, я хотел, именно прочитать так, да, но на самом деле, все-таки, авторы Paragon знакомят игроков с Хрустом, до Христа еще надо дожить, до второго пришествия, поэтому студия Epic Games представила игрокам нового персонажа Paragon, и он бойца ближнего боя Хруста. В распоряжении героя уникальная система комбо, если игроки смогут правильно использовать ее способности, запас здоровья врагов будет снижаться заметно быстрее, как, смотрите, вот сейчас на экране. Ну, да, я буду честь, да, согласен, сравнение с Overwatch тут не совсем уместно, тут скорее это, знаешь, мне кажется, вот с такой графикой, это смайт, но при этом мы не будем забывать, что это завтра снова Epic Games, тех самых, что подарили, на Мгире, собственно, Gears of War. Да и скоро будет уже, как бы, товарищи, этот самый, они выпускают, боже мой, Unreal, Unreal будет. Да, он и так есть, но он скоро будет нормально. Я, кстати, вчера только зашел на их сайт, эта хрень, кстати, бесплатная. Да, Paragon, конечно, в Paragon можно играть вообще абсолютно бесплатно, как любая моба, я не знаю, скажите мне мобу за деньги, которая сейчас успешна. это моба от Epic Games, и я как бы... Микрофоний там прекрасный. Это то, что у меня до сих пор в голове не укладывается. Нет, смотри, все нормально. Это как тетерис от Epic Games. Да, смотрится... Я наиграл в нее часов где-то 30 или 40, я могу что сказать, что Paragon, если вы любите моба от третьего лица... Пуп-пуп говорит, Paragon не ищет. Вот, вот как бы я сейчас обе точки зрения, я их на самом деле обе поддерживаю, потому что я в моба играю, я играю Heroes of the Storm. В доту, ну не знаю, мне не нужно много, чтобы игру осознать. Я не киберспортсмен, чтобы прям упарываться, да, но чтобы осознать игру, мне как бы хватило в доте, например, 120 часов. Хорошо, поиграл, посмотрел. Разными персонажами все. Понятно все, и схема там, как бы донаты, схема эта, мне чисто механически было интересно. League of Legends там, своя атмосфера, понятно. А вот Paragon, да, вот как бы мне нравится, в что я играю постоянно, я очень специфический игрок. Вот я играю постоянно в Smite и в Heroes of the Storm. Я игрок специфичный достаточно, то есть как-то Dota и LoL мне посмотрели, я такой, ок-ок, да, все, и как-то удалил. И вот не болит у меня душа. А вот Paragon мне было интересно, потому что я вот как ты же сейчас рассуждал, думаю, господи, чего там Epic Games, у них графонии на уровне Крайзиса, я думаю, как может это нормально все идти. Ну, тут, наверное, сейчас такой, минутка рекламы, действительно крутой движок. Unreal 4. Есть же еще этот, есть же наш Панзар, который... Панзар, да, не спорю. Ну, вот просто что-то я не знаю, я вот как бы играл в Панзар очень мало и он был тогда немного странный и очень долго времени заходил. То есть, если вы знаете, что-то про Панзар дико хорошее, напишите. Вот, но я могу что сказать, что Paragon, он действительно, если вы любите Smite и он вам уже вот здесь, потому что вы знаете там все, или просто вы хотите с крутейшей графикой побегать и почувствовать себя различными крутыми монстрами, героями абсолютно разных вселенных. Там есть роботы, там есть обычные лучники, там есть охрененные маги, самурай, там даже есть смерть с молотом. Как бы вот, то есть, действительно, у них поиск персонажей всегда идет. То есть, у них есть стандартный абсолютно, типа вот, большой робот. Конечно, в этом прелесть моб, как ни странно. Да, 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 отыгрыш. Вот, я не знаю, это очень, возможно, странно. Все вариативные герои. Я играю в моба не то, чтобы прям крутой рейтинг получить, еще что-то. И я играю в моба не с мобами, вот, простите за тавтологию. Мне нравится играть в мобу с людьми против людей, но отыгрывая роль. Вот как-то оно так. Я просто не могу не отречься. Тут Алекс Лиз задал вопрос в чатику. Как вы думаете, можно ли с уверенностью сказать, что Blizzard с твоим овервотчем начала новый жанр игр? Я тут просто скажу, что, ну, нет. Просто попасть. Жанр нет. Просто попасть. Давайте так, потому что была все-таки Тим Фортерс. Да, конечно. Причем даже не одна. Не, Blizzard, они качественно воры ювелируют. Я всегда их назвал воры ювелиры. Они берут идею всех и делают, допиливают их. Вот и их игра. Все воспринимают все ими допильное, как нечто новое. Например, систему ачивментов в Варкрафте. Все сказали, Blizzard придумали, вы гений. Да черт из два. Давайте вспомним, что, во-первых, да. В Вархаммере была в самом первом Age of Reconic и до. Вов, вопреки мыслям юного поколения, которое будет уже, наверное, после нас, Вов не была первой ММО. Конечно, не была. Далеко не. Ой, далеко не. В 98-м году еще были ММО. Да, ультимы. Да, ультимы еще были. А этот, по-моему, Альбион или какого-то. Там их очень много, где-то я присылал эту самую статистику. Первого поколения, да. Там статистика, да, была с какого, ну, в общем, самой длительно поддерживаемой ММО. Так вот, первое ММО, там, 98-й год. Да, да. Она поддерживается в 18-летней трейбер. Кстати, тоже ультим. А еще, да, Эверквест первый, который еще тоже. Да, да, Первый Эверквест. Ой, он же бомбил в Америке просто, дико. Да. Age of Fragna Rock, да. Да, Age of Fragna Rock еще был. Да, дьявол кто был. Кто предпочит, дьявол. Нет, нет. Вот я хотел сказать, тут момент такой, что, да, вот комментарий про Колту Мпупку пишут, что Близзы не делают жанр игр. И вот тут спорно. На самом деле, действительно, правда, они жанров игр не делали вообще, они только их покупали. Был гоночки, опять же, их Rock'n'Roll Racing, которые они делали еще, Silicon Digital там, да, они тоже были гоночками. Просто они в них добавили очень крутой элемент и под Rock'n'Roll, вау, с лицензированными треками и так далее. Но был момент, что все считают, что Диабло придумали и у Близзард нет. Была студия Condor Entertainment и у Condor Entertainment руководил Дэвид Бревик, главный лидирующий программист. Дэвид Бревик, он, соответственно, который сейчас занимается в Marvel Heroes, между прочим. Хотите, Диабло, идите в Marvel Heroes, она бесплатна в Steam. Снес вот буквально вчера. А, снес, да? Нет, но я имею в виду, что они ее, в принципе, допили и зарабатывают. Ну, возможно, тут не спорю. Но геймплей, да, вот, да. Ну, вот и смысл, что как бы Blizzard у Condor было очень плохо с делами, у Blizzard, кстати, тоже все было не очень хорошо с деньгами, но они пришли и сказали Кондору, что у вас какая-то гениальная идея, давайте мы вас купим. Condor, окей. А Condor делал Dark Gothic RPG в пошаговом стиле, с пошаговым боем. И, в общем, они собрались, собрались, подумали над идеями, подумали и порешили, что Blizzard говорит, в общем, мы не будем выпускать вашу игру. Кондор говорит, как? Вы нас купили именно поэтому. И говорит, эта игра называется, собственно, Diablo, да вы что, она невероятно интересная, что же мы будем делать? Ну, и на большие Blizzard сказали, что, Дэвид, вот, в общем, у вас есть время, если вы что-нибудь придумаете с этой игрой, мы ее все-таки выпустим. Вообще, мы поняли, что там играть не нужна. Ну, как Blizzard любит, заворачивать некоторые проекты, если вот они не очень. Потому что Blizzard следит за качеством. И Дэвид Брэйвик ушел, и, как он рассказывал в интервью мне, ему потребовалось примерно час времени. Он позвонил, сказал, надо снова собраться, я все придумал. Он говорит, как? Мы только что разошлись, час времени, вы уверены, что вы придумали что-то, что нам стоит... Заменил пошаговую боевку на динамическую. Он, да, он предложил динамический бой, хотя, если вы помните, почему, вот, доказательство чему, что в Diablo 1, вот, скоро вы увидите это в Diablo 3 в январе, когда введут локации с Diablo 1 в Diablo 3, и режим ретро ведут. У вас герой идет шагами постоянно, он идет, и там даже сота была, гексограмма под ним, и вот это вот оставили. Герой шел, он шел, шел и шел, и, в общем, такие, опа, они увидели и подумали, что это очень смелое решение, уверен, что это стрельнет, он говорит, я думаю, что вот мы должны сделать так и назовем это экшен-рпг. Вот так придумали жанры экшен-рпг. Окей, вот, да, ну, да, Blizzard в очередной раз доказывает, что оригинальность переоценена, главное, не тот, кто придумал, а кто это смог использовать. Да, кстати, вот Мельник тоже прав, я, вот, Pass of Exile, простите, я еще Pass of Exile, да, наяриваю иногда, хорошая тема. Продолжая, продолжая несчастные игры, которых снес Overwatch, но вот тут, тут не поспоришь, извините, Battleborn, меж тем, получит вторую сюжетную кампанию, которая посвящена Тобе, а Тобе, это, если что, пингвиненок в роботе, то есть, если для вас кореянка в роботе, за Линукс, да, если, да, если для вас кореянка в большом роботе, это не слишком привлекательно. Как секс в большом городе звучит, кореянка в большом роботе, как-то, я не знаю, бадумс, я сам, вот, а можно делать вот это? вот, вот, 2K Games и Gearbox Software, а это, между прочим, эти ребята делают Battleborn, объявили о том, что сегодня командный боевик Battleborn, сегодня это вчера, получит второе сюжетное дополнение, рейд дружбы, Томи. Мне каждый раз хочется спрашивать, когда ты говоришь слово Battleborn, он еще жив? Две тысячи за него просят, до сих пор две тысячи, хотя он в Стиме получал скидку 40%, впервые всех. Вышел месяцок, полтора, 40% скассив. Все помнят, что потом произошло. Игрокам предстоит вернуть Берга, а для этого необходимо проникнуть на заводы СПС, где вас ждет множество ловушек и врагов. Игроки смогут пройти дополнение как в одиночку, так и в компании двух воителей. Помимо этого появятся два новых облика для каждого героя, шесть новых тренетов легендарного снаряжения, восемь званий и многое другое. Дополнение станет доступно всем владельцам сезонного абонемента и цифрового делюкса здания. Все остальные могут купить компанию отдельно. Также разработчики показали тридцатого персонажа. Подожди, что ты сказал? Тридцатого персонажа? Да. А, правильно, Battleborn, потому что, кстати, я вот хотел сказать, да это же как моб, а там же есть моборежим в ПВП. Тут надо сказать, чем Battleborn лучше, игрочем. Да, но они хотели повторить Borderlands. Окей, окей, не то, что лучше, но чем она отличается, реально, конкретно отличается от Overwatch. То, что, во-первых, во-первых, там, да, она больше моба. Это реально было... Больше моба, чем игра, знаешь. Да. Это больше моба, чем... То есть это реально гибрид моба и экшен, то есть со всякими, с классическими стауэрами, с крипами и прочими. Вообще, по сути, тут два момента. Вот есть моба-режим, который действительно моба, вот как ты говоришь, а основная тема, это по ходу Destiny, понимаешь? Это именно Destiny, которую они хотели победить и получить на PC. В итоге, мне кажется, у них не вышло, потому что переплюнуть Destiny своей графикой, лором и рейдами, ну... Вот, что еще? Что еще? Мне очень нравится арт-дирекшн и сюжет в Болборна, потому что там сочетание вот это... Сюжет, да, кстати. 2D-элементы... Сюжет, да, сюжет неплохой. Во-вторых, да, стильный. Это sci-fi. Это sci-fi довольно оригинальный. И в-третьих, то, о чем тоскую я больше всех, как поклонник Overwatch, это наличие сюжетной компании, мать ее. А, ну я тебя понимаю. Ну да, Overwatch это очень крутой, талантливость, его экшены и все. И все. А там такие герои, ты смотришь, дайте мне историю их. Мне мало короткометражек. Ну это единственное, почему, собственно, мы... Можно посчитать историю у нас на сайте. Вот да, можешь посчитать историю у нас на сайте. Историю у нас на сайте? Нет. Или купить коллекционное издание, в котором арт-бук, в котором сказано больше, чем у нас на сайте. Замечательно. Замечательно. Господи, я хочу хоть комик... И он сейчас тебе поворачивается такой и говорит такой, «Я еще могу!» Я из тех, кто поднимается. Нет, просто представь, просто представь, что вот у тебя есть игра, в которой за каждого из персонажей есть хотя бы одна миссия. Одна миссия. Ты просто... Одна это мало. Одна миссия на персонажа. А поначалу одна. Хорошо, я тебя понял. А, каждым персонажем миссия, которая соединена в компанию. Да! А, я тебя понял. Ну да, да, окей. Черт! Я бы вывернулся наизнанку! Знаешь, что? Мне кажется, сейчас вот где-то... Какая там здоровая история, вообще, в жизни своей? Ты хочешь по одной миссии, чтобы они собрали... В другом случае... Хоть бы так! Мне кажется, сейчас икают где-то в анахемии. Что-то мне подсказывает, овервочет, как бы, играть надолго. Возможно, Дим, они тебя услышат. Нет, я более чем уверен, что со временем, со временем, что-то вроде... Если они уже сделали ПВЕ-миссии, Да, да. То, как бы, запросто. Они могут сделать кооперативный соляк, они могут сделать... Для меня самый идеальный вариант, если бы они сделали сольный соляк. На самом деле, я... Ну, это же вообще... ...настолько влюбился в персонажа овервочет, что, собственно, только ради этого начал играть, при том, что я абсолютно... Я... Я хики... Я... Как это называется? Хики... Хики... Хикикамори. Хикикамори. То есть, я... Что-то... Что-то не ругайся, пожалуйста. Прямый фильм. Хикикамори, да. Я не играю с людьми. А, я тебя понял. Такой-то... Уйдите от меня, пожалуйста. Хороший сингл, добрый. Ну, Хикикамори, если кто не знал, это японские затворники, которые сидят дома... И сейчас мы такие... Дим, Дим, проснись, ты в студии, ведешь эфиры. Суциопат. Ну, просто... Ну, просто... Суциопат, да. Да. И... Я, кстати, тут у нас новости нет, я сейчас посмотрел, я небольшую новость верну, я не могу без Вархаммера, просто в крови. В Eternal Crusade вводят режим кампании, если уж мы заговорили, так что, если вы играете или еще до сих пор не заплатились за Eternal Crusade, скоро будет режим сюжетной кампании. Примерно вот в ближайшие две недели. На этой неделе будет первый патч, на следующей второй. И будут первые, как бы, анонсированные лидеры фракций, поэтому прям приближайтесь. Прости, пожалуйста. Что там, что там, что там? Как этих людей зовут? Имена игрушек только написаны. Ну, вот, да. Ну, блин, я уже хотел заскринить со стрима, вот написан Константин Иванов и прекрасный спейсмарин с, соответственно, глазами. Очень похож на меня с утра. И все-таки теперь следующая новость. Мы с ним похожи только очками. Да нет, ты просто такой You've got you my side. Такой, да. Ауди. Ауди? На-на-на-на-на-на-на. Я теперь властелин колец. Ауди. Такая подводка была сейчас. Ты уверен, что хоть кто-то из наших зрителей знает группу Жуки вообще как таковую. Они же теперь ее загуглят и властелин колец песню обязательно загуглите. Ауди представила машину из Final Fantasy 15 за каких-то жалких и никчемных 470 тысяч долларов. Приглянулся ли вам автомобиль главного героя Final Fantasy 15, который зафитился в игровых роликах? Приглянулся, но вот он, собственно, 470 тысяч стоит. и это специальная версия Audi R8 Star of Lusis. Прямо хорошая. Там вот отличие, там есть какая-то одна эксклюзивная эмблемочка. Нет, почему? Смотри. Во-первых, диски. Во-вторых, у него написано «Инсомния». И во-вторых, смотри вот на этих самых впереди на... Не господи, не на бампере, я уже опозорился совсем. Где? Нет, вот сейчас другой скриншот, следующий, следующий. Вот. Нет, нет. Это тоже не тот скриншот. Четвертый, видимо, скриншот. Нет, все покрыли. А, все, все, все. Вот там «Инсомния» написано. И вот здесь вот сейчас мы видим такие прям... Подожди, подожди. Ты посмотри, какая красота. Подожди, я должен восстановить историческую справедливость. Давай. Жуки — это не те, которые хали-гали, хали-гали, поют группа «Леприконсы», черт бы вас подрал. Нет. Вот это сейчас было знание, кстати. Посмотрите ролик, если он сейчас у нас... Да, вот, господи, графоний. Кто там про «Глориус 4К» говорит? «Глориус Графоний». «Файнал Фэнтези 15» Шепотом так «Файнал Фэнтези 15» выйдет 29 ноября. На PS4. Знаешь, будет круто, если они сделают, когда-то во время промкомпании «Сейнс Роу 4». Ты помнишь эту песню-коллекционку? Да, мне очень нравилось. В коллекционке «Сейнс Роу 4» прилагали автомобиль... Пластическую операцию, отдых в отелях, вертолет... И полет в космос. Полет в космос? Да. Что-то я не припомню. Видимо, речь идет, на самом деле, об этом суборбитальном полете где-то на 5-минутной высомости. И там в самом конце мне очень понравилось и игра. Игра! Игра! Вот если аудио реально войдет в коллекцион к «Файнал Фэнтези 15», то это будет уже, во-первых, не оригинально, но это будет круто. Да, Диметру спасибо, я совсем уже зафокапился что-то. Решетка радиатора, конечно. Решетки радиатора, там потрясающие разводы, я бы сказал, узоры. Ну, они на самом деле очень косо относятся к «Файнал Фэнтези 15», а вот надпись «Инсомния» сдирается, как вы только номера себе ставите, и остаются у вас диски, которые можно сменить, соответственно, тоже. Поэтому очень... Короче, если у вас завалялись где-то... Можно посмотреть, сколько стоит Audi R8, кстати, просто сейчас, и посмотреть, сколько стоит Audi R8 Star of Lucis, и посмотреть, сколько тысяч долларов вы экономите, даже если вы вдруг хотели купить. Ну, короче, для большинства из нас приобретение этой аудио такая же фантастика, как «Стражи Галактики». Фантастическая фантастика, финальная фантастика, я бы сказал. Да. Меж тем, да, ходит слушок в интернете о том, что... Тыл-тыл! Наши родные любимые работают над игрой по «Стражам Галактики». В 2015 году... Тыл-тыл. Стало... Тыл-тыл. Тыл-тыл. В 2015 году стало известно, что в 2017 начнет выходить некая игра по лицензии Marvel от «Тыл-тейл». Смотри, какие они как Лего. И вашим, и нашим. Знаешь, они и Бэтмена ищут. Да, 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 и сейчас начнется. А актуальник, кстати, будет. При этом у них до этого уже... А, блин, они же вообще такие... Я не думаю, что они рассчитывают... Они же, потому что у них уже была, получается, игра по сериалу HBO, была игра по комиксу издательства Image. Я не думаю, что Бэтмен у них просто на деньги рассчитан. Бэтмен рассчитан скорее на историю рассказать. А вот это на деньги рассчитано сейчас. Нет, смотри сюда. У них, то есть, уже была игра по комиксам Image, по комиксам Vertigo, которые... Я напоминаю, что это дочернее издательство DC. Собственно, игра по DC. А теперь еще будет игра по Marvel. А, ты вот чего уклонишь. Да, я понял тебя. Окей. Бэтмен и Это. Просто, просто как это... Как Lego, которые тоже всем... Они же Lego, напомните, шведская компания, да? Шведская компания. Да, да, правильно. Вот была бы швейцарская, было бы еще забавнее. 6-8 лямов подскажут нам, стоит R8. Ну вот, собственно, тут R8 здоров. Люсиус. Пишут нам, а как же коллекционка Dying Light? Там квартиру дарили. Правильно, но она не самая дорогая была. Там дом дарили в Dying Light, оформленной под вот это вот зомби-апокалипсис. А потом ты берешь и делаешь ремонт за свои дни. Причем ты куда? Блин, опять кровь оттягивай. Да что ж так вот? Так вот, насчет стражей галактики, возможно, от Telltale, слил ее очередной бастующий актер. Напоминаю, что в Америке все еще проходит забастовка актеров по звучанию. Это означает, что в ближайшие годы мы с вами будем играть в игры с субтитрами и только. Расскажи подробнее, через эти, почему вообще они бастуют? Я напоминаю, что объявлена забастовка актеров по звучанию, в которой в том числе участвует Стивен Огг, наш любимый Тревор Филлипс из GTA 5, Тара Стронг, знаменитый голос Харли Куин. Нормально, так. И множество других, тоже довольно известных личностей индустрии. Причина проста. Мало платят и заставляют работать сверхурочно. То есть, если ты подписываешься на озвучку героя, тебя могут привлечь еще и к мокапу. То есть, ты будешь в датчиках ползать. Дополнительно. При этом сессии для... Когда? Сообщили, что Dark Souls 3 сегодня, кстати, с русской озвучкой. Поэтому, если вы не переносите русскую озвучку, обязательно приходите. Будет больно. Будет больно, да. Будет больно. Так вот. И помимо этого, сессии и озвучение для больше, чем 2 часа. То есть, это очень неполезно для связок. Офигеть. Долго, да. Да. Так что вот. И вот говорят, что анонсируют, возможно, проект от Telltale на The Game Awards 1 декабря. Потому что обычно Telltale свои новые проекты презентует именно там. Играй за енота, почувствуй себя. Енотом. Енотом, да. Рандом распределил новости. И я так хотел прочитать ее, так хотел рассказать вам ее, что, наверное, вы и так все уже знаете, но я просто попытаюсь сорвать куш. Вышел первый трейлер фантастического фильма «Призрак в доспехах». «Ghost in the Shell». Любите аниме? Давай так. Сейчас такая половина чата. Да! Половина чата. Нет! Давай так. Да. Да, и у нас тут маленькая Калифорния начнется. Да, да, да. Новая. Да. Ты оригинал видел? Да. Давай так. Вот. И он тебе… В смысле, подожди, оригинал, ты имеешь в виду аниме, который? Да. Да, да. Сейчас не знаю, как это реагируют зрители. Нормально, ребята, все нормально. Аниме тоже можно смотреть, если кто-то плюется. Не очень. Я не очень разделяю твое ударение, потому что… Но другое дело, в Японии, в Японии единых ударений нет. Аниме ты имеешь в виду? Да. Мы вот долго спорили аниме. 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 Нет, в любом случае, я согласуюсь с любым. Тут, скорее всего, что… Меня оспорят востоковеды, насколько я помню… Опять. Опять, да. Да, насколько я помню, в Японии вообще ударение на каждый слог. Вот. Тем не менее, вышел трейлер фильма. Дим, спустил уже его. Да. И вот даже тут есть фоточки с Хидео Кодзимой, которую мы посмотрим. Да. Это не он. Это не трейлер. Это не трейлер. Ниже. Там она его представляет. Черт, что-то будет вскрыть. Не идти. Ну, я… Ну, я вот конкретно в данной роли, да. Сейчас объясню, почему. Во-первых, выглядит все неплохо, но я… Звучит все очень неплохо. Я вот чувствую, когда вот трейлер сделан для того, чтобы понравиться. Да. Вот я тоже положил ощущение. Лучшие собрали, есть опасения. Сейчас объясню. Да. Во-первых, то, что вот вам, пожалуйста, в качестве саундтрека Enjoy the Silence. Все такие, да. Вот вам, пожалуйста, прямые цитаты из аниме. Причем даже не только цитаты, но и моменты. Прям покадровые цитаты. Выглядит классно. Если вы не смотрели «Призрак в доспехах», рекомендуем в срочном порядке ликвидировать эту оплошность. Даже если вы не смотрите аниме, это, знаете, это вот… И внизу будет подпись «Ну купи уже билет, ну нормальный у нас фильм будет». Так вот, дай договорить, если что, аниме не устарело ни на день, но если вам вдруг что, есть версия 2.0. «Призрак в доспехах» 2.0 с обновленной графикой. Ремастер. Да, ремастер аниме. Ремастер аниме фактически. Он в нулевых где-то вышел. Во-вторых, да, залог качества тут то, что Такеши Китана самый японец-то японец из всех, но в дерьме вроде не снимается. Ты и Скарлетт Йоханссон, не могу сильно припомнить прямо в список дерьма. Люси берешь, Люси берешь и обмазываешься. Нет, Дим, нет. Это холивор, холивор, да. Ты не прав. Так вот, Скарлетт Йоханссон, другое дело, что у меня здесь… Если разряда «мне нравится, я буду». Да, Скарлетт Йоханссон меня немножко смущает, ну потому что… Ты не смущайся, но не смущайся, Скарлетт. Не тот типаж актрисы, на мой взгляд, не тот типаж просто, немножко не ее, но ладно. Да и то в IMAX 3D можно будет все рассмотреть. Да, другое дело, что делают фильм как бы не самые позорные ребята, то есть, ну как, у режиссера за плечами белоснежка и охотник, которая, скажем так… Ну нормально, выглядит, отлично. Выглядит, да. Ребята, которые ответственны за «Straight Outta Compton» прошлого года, которые «Голос улиц», которые все очень-очень хвалили. Я не могу тебе ничего сказать, да, потому что он слишком черный, но… Да, ну нет, не знаю, но его хвалили, по крайней мере, и, что важно, Mamoru Asi, который был режиссером оригинальной ленты, вот он на экране… Маморо только, для меня Mamoru в Sailor Moon только остался. Так вот, Mamoru Asi одобрил как каст, так и все то, что на данный момент уже существует, фильм, само собой, еще на этапе постпродакшена. Если Мэтр одобряет, наверное, стоит поверить. Во-первых, выглядит все достаточно аутентично в соответствии со стилем оригинальной ленты. И, я так скажу, никто… Сносно. Никто так не насилует и не колесит собственные произведения, как японцы. За «Атаку Титанов» и «Темного дворецкого» лайв-экшены надо руки рубить. За то, что они сделали «Скрой в последний вампир» совместно с французами тоже. Все-таки почему-то у меня душа спокойна за «Гост на зе шелла». Вот за это, в худшем случае, оно будет все… Там Кодзима пришел. Ну все, благословил Патриарха. Нет, в худшем случае, мы получим просто ремейк «Вспомнить все», который не запомнился никому. Каламбур. А он был? Да. Другая новость тоже про фильмы «Фантастические твари» получили 100%. 100% томатов получили и рейтинг 6,5% от… АМГ. Да, АГН. АГН. АМГ, нет, АГН от АГН. И вон туси 99%, и томатометры 100%. А вот тут занятно. Вот как так, то что АГН берет и выбивается. Другое дело, что я мнению наших коллег западных, западных, я имею в виду АГН Америка, не врен. Нет. Ну врен уже давно. Врен уже давно там нет, но все равно, то есть для меня АГН Раша ассоциируется до сих пор с Константином Говоруном, который… То есть с «Юликом», который ушел потом. Да, я до сих пор не понимаю, как он этот бренд выбил, честно, серьезно. Там была долгая история. Окей. Не для этих кадров. Окей. Вот. Тем не менее, я мнению наших западных коллег очень доверяю в отношении и в том числе кино. Кстати, вот почему мы говорим о кино, потому что это делают в том числе все топовые западные издания, и мы равняемся на наших старших братьев. Я бы сказал, что потому что… Это актуально. Это не то, что даже актуально, это все равно индустрия развлечений. Мы здесь сидим и работаем в индустрии развлечений, у нас микрофоны даже отваливаются, как мы работаем. Вот, поэтому и любое, что связано, а уж фантастические твари, вот попомните, и еще и игрулька выйдет. А, по-любому, мобильная какая-то, знаешь, мобильная. Да, потому что, слава богу, прошла эпоха фильмов, игров, игров, фильмов. Теперь есть мобильное дерьмецо, чтобы вы смотрели мобильную игрульку. Хотя, вот, я ничего не могу сказать по произведениям. Вот Oz, которая сейчас вышла, она бесплатная на Apple, например, Oz, да, весьма неплохая. Какая Oz? Broken Kingdom, Oz Broken Kingdom на iOS. А смысл в ней? Понимаешь, механический смысл геймплея, да, наверное, ты... Нет, я имею в виду, как бы, зачем она вышла сейчас, если учесть сколько лет назад. Она под iOS 10 вышла. Как вообще... И, в принципе, нет, она культивирует все идеи, причем, которые рассказаны в формате сказки очень хорошо. Вот фантастические твари, да. Фантастические твари, у меня лично большие сомнения. Я услышал аргументы наших коллег, которые поставили шесть с половиной. И, мне кажется, у меня будет пример... Я буду разделять их мнение, потому что... Почему? Во-первых, этот фильм режиссирует Дэвид Йейтс. Если вы не знали, он ответственен за последние три фильма про Гарри Поттера, которые считаются наиболее спорными во франшизе. Да. Во-вторых, отмечают вполне справедливо то, что вы сейчас видите на экране. Тот уровень спецэффектов, который вы видите в некоторых моментах, это окончательный вариант. Ничего не подтянут, ничего не перерисуют, нет. С другой стороны, у нас такой небольшой сейчас как бы выведен экран, что кажется, что все очень даже и неплохо. Ну, если вы смотрели трейлер нормально, то вот да, все оно такое и есть. С другой стороны, ну когда же мы уже фильмы по спецэффектам перестанем оценивать? Ну надо по сюжету, по игре актеров... Окей, да, но, понимаешь, если как бы нам 1900 спецэффектов, мы оценим спецэффект. Ну понятно, но это как игру по графике оценивать. Да, и третье, 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 третье. Что важно, волшебства нет, нет могилы. Ну подожди, а то, что ты сейчас видишь. Для всех Гарри Поттер, прежде всего, ассоциируется, как ни странно, с первыми двумя фильмами Криса Холландуса. А, все понятно, где прям вот мэджика фактически, такое детское волшебство. Ну это взрослая история, это история про не просто каких-то маглов, это история уже про серьезных... Что вообще после Хогвартса-то дальше происходит? Они же все оттуда повылезали из этого Хогвартса. Понимаешь, если я захочу серьезную историю про магию, я возьму и посмотрю волшебников, которых очень в очередной раз рекомендую. The Wizards? Magicians. А, Magicians. Это отличный постмодерн. А тут, понимаешь, я вижу запоздавший летний блокбастер, который почему-то выходит в ноябре. Ну слушай, может не летний, или что-то там лет... А, ну там есть летние кадры, да, такие достаточно. Ну то есть просто в том плане, что, ну это уже, понимаете, это не Гарри Поттер в большей степени, чем... А если это не Гарри Поттер, то как бы... Не знаю, не знаю. Я вот, понимаешь, вот, например, когда я посмотрел первого Хоббита в кинотеатре, я накрыл волшебством. Ну да. Первый Хоббит... А Питер Джексон сам соскучился. Да. Потому что после «Властелина колец» у него еще никакого этого, и надо Хоббита, и тут... В седьмом эпизоде меня тоже накрыло, чтобы кто не говорил. Подождите. Мой эпизод, ты имеешь в виду? Возьмой. Меня накрыло. Ну я бы сказал, что временами. Меня как-то временами, не знаю. Я, наверное, прям живу, прям фажными вот этими штуками. Мне кажется, меня накроют на Рогу-1. Хотя я не буду вот утверждать. На Рогу-1? На Рогу-1 у меня, извините, не встает. А вот здесь, я верю, что меня вообще не колыхнет ни разу. Вот то, что я вижу, потому что... Не знаю, то ли из-за Эдди Редмейна, то ли из-за того, что... Возможно, просто ты смотришь на актеров, как на другие роли. То ли потому что, в принципе, атмосфера какая-то уже совершенно... Ну какая-то вот она не та уже. Ну посмотрим, посмотрим. Может быть, что-то врубится. Я, по крайней мере, жду. Я иду на фантастических тварей вот в эти выходные. И думаю, будет круто. Там предпоказали или они уже стартуют? Так все, они уже стартуют. Вот прям вот. Они стартуют вот на неделе. Я вот как раз выходные, поэтому пойду гляну. Итак, там следующие новости у нас из формата жесть у нас. Я бы так сказал. Вот из такого формата. И то, что в производстве находится сольник Harley Quinn. У тебя вообще, да, есть комментарии по этому? У меня есть комментарии. Я вот что хочу сказать. Я читал сольник Harley Quinn, который сейчас уже издается в России. Сейчас выходит в DC. Это такой DC-шный аналог Дэдпула. Вот да. Я так скажу. Комикс про Harley Quinn, соляк, он прям... Серьезно? Как они подавали? Вот понятно, что она главный герой, краеугольный камень. Что у нее в противоборстве? Они сделали довольно классический ход. В комиксе имеется в виду. Она взяла и свалила из Готэма в Нью-Йорк. Да, в Нью-Йорк. То есть у нее вообще все лица новые? Получается и антагонисты, и все. Там фишка в чем? Она свалила в Нью-Йорк. Так. С ней туда свалила по из Найве. А, ну и вот это вот дело... Там кошки еще нет? Кошки нет? Нет. Она снимает квартиру в доме, в котором живут в основном всякие наемники и прочее. Она в образе или она... Она в образе, но при этом она устраивается работать по специальности. Она гримируется и работает по специальности. То есть маскируется под обычного психиатра. А, понятно. И там идет просто веселуха. Книга потрясающая. Что касательно фильма. Соляк про Харли Куин. Вот тоже, наверное, надо делать так. То есть типа Харли на каникулах. Что-то в этом роде. Но ты видишь, что сценаристкой будет Кристина Ходсон в заперти незабываемое. Не знаю. В общем, надо посмотреть, как это все будет работать. Я более чем уверен, что они будут делать как раз таки... Чего у нас пошло там? А вот в Винксах графа не доставляет вообще никакого. Вы Винкс обсуждаете, ребята? Ну там надо. Как бы тут... Я просто глянул на экран, что творится. Тут как бы все серьезно. Окей, да. Да. Я более чем уверен, что все-таки из сольника про Харли будут делать разудалый комедий-боевик. Ну потому что Дэдпул же, господи. Извините, под комедию переделывали же уже. Хотя Харли может быть весьма не смешной, я имею в виду, и не забавный. То есть из нее, наоборот, могут сделать фильм с иногдашними шутейками, а сам фильм будет с такой тех-драмой, потому что Отряд самоубийств... С самоубийств, да. Нет, а там показали моменты с Джокером вот это вот все. То есть Харли, она такой иберичный персонаж-то. Каким задумывался Отряд самоубийств, я думаю, мы узнаем уже буквально после завтра, потому что в цифровой дистрибуции появится расширенная версия фильма. Режиссерочка отличная. Да, мы наконец посмотрим, каким фильм задумывался, как это было уже с Бэтм против Супермена, мы узнаем... Там не 11, там 15. А, ну то есть мы узнаем на 15 минут больше, чем он задумывался. И скорее всего, ты знаешь, там помимо этого вполне возможен альтернативный монтаж. А вырезано было много? То есть там подсказывает, что вырезано было много, а дополнительно будет целых 15 минут. Там еще будут как-то закадровые всякие материалы и прочее. Короче, посмотрим, что было, потому что БПС, например, да, режиссерка решила очень много. Дима, завершай, там последняя новость, я вот ее полностью должен отдать тебе, потому что она вот вся, вот вся... Ну а что, расскажи про Людей Икс пока. А, нет, у нас там не последняя. Отлично. Ну давай, все равно про Людей Икс надо. Расскажи. Я? Ну давай. Сейчас я тебе расскажу и вашим, и нашим, что мутное будущее ожидает, между прочим, Людей Икс. Почему оно мутное, собственно... А я сейчас расскажу о бэкграунде, если ты не в курсе... Давай, вот лучше по бэкграунде, поэтому я тебе и хотел отдать. Ну хорошо. Короче, тема в чем? В том, что Людей Икс Апокалипсис, который был в прокате, ну буквально не так давно... С Фениксом-то да, с хорошим. Да. Людей Икс Апокалипсис собрали не так, чтобы очень много. Ну как, в принципе, прилично, но если помните второй обновленный Человек-паук, который высокое напряжение... Побычнее собирал, по-моему. Он собрал тоже прилично, но другое дело, что студию эти сборы не вдохновили, поэтому Паук перешел к Марвелу. Что касается Людей Икс, то Апокалипсис тоже многих не порадовал, и ходят слухи, курсируют по ГТВ. Подтверждений им не так уж много, но тем не менее, то, что Брайан Сингер вместе со всем... Составом актеру. Так. МакЭва и Фастбендер, прочие ребята. Фася. Более не будут задействованы во франшизе, и скорее всего все либо начнется заново. Почему так обычно? Что у них там случилось? Они контракт разорвали? А во-первых, никто из них их еще не подписал. Понятно. Никто еще не подписал. Понятно. И никто не продлил контракт. Ходят слухи, что вполне возможно... Ну, возможно, действительно, он обратно Марвелом был бы достойной идеи. Новость в чем? Ходят то, что еще больше слухов про Лиди Икс. То, что во-первых, приоритет сейчас у Фокс на Дэдпул 2, понятное дело, у которого тоже сейчас довольно странная ситуация на съемках. Потому что режиссера нет. Режиссера ищут. Во-вторых, то, что основную ставку будут делать на команду Икс Форс, это тоже команда мутантов, которые не любят Икс. Если будет продолжение Лиди Икс, то оно будет на основе саги о темном Фениксе. Это культовейший сюжет. Понятно. Людей Икс в конце 80-х, по-моему. Они не актерами возьмут, так типа истории, ты думаешь? Культовый, да. Конечно, как гражданка была, только... Потому что сага о Фениксе, когда это уже появлялась на экране в ужасном виде. Люди Икс последняя битва. Ее сделали не так. Вот правильно нам пишут. Сейчас я тоже воспользуюсь последним комментарием, чтобы зачитать следующую новость нам. Потому что она очень похожа с комментарием про новую. Но при этом Феникса уже затезерили в апокалипсисе, так что вдруг выйдет. Когда-то в МСС 90-х он был раскрыт замечательно. Нет, Феникс хорошая тема, но она слишком убер. Знаешь, такой бог-император просто среди смертных. Ну, я не знаю. Но сама идея затаскивает. Насчет того, что Алекс Лиз говорит, пусть делают нового Росомаху в лице Тома Харди, отдадут его Марвел, он Соник Паука следующий. Все будет норм. Тут появляется большая-большая проблема. Насчет Людей Икс вообще во вселенной Марвел. Потому что никто до сей поры не упоминал мутантов вообще никак. Там есть всякие... Специально, походу. Стэн Ли сам еще отмажется, мне кажется. Дело в том, что, во-первых, Марвел даже из-за конфликта с Фоксом, ну как конфликты, держа права, они сейчас в комиксах фактически убили мутантов всех. Там началась чума, которая... Но это есть каждый вариант комиксов, где разбираются с героями то DC, то Марвел. Тут они их просто взяли, почти всех убили. Им на замену пришли не люди, которые есть во вселенной Марвел в сериале Агенты Щита. И поэтому... Люди пишут правильно, пусть не будет вообще больше фильмов про супергероев. Да, вот иногда... Есть, да. Люди XXX только норм. Ха-ха-ха. Вот. В чем суть? Ходят слухи, что вот грядущий сериал Легион, который делается совместно с Marvel Television, он проложит какую-то дорожку к совмещению вселенных. Потому что там речь идёт о... Ты думаешь, что они их смёрзнут, соединят? Они действительно подведут всё туда. HBO, который снимает... Ну, сейчас снимает Games of the Thrones, Игра Престолов. Как ты её назвал? Game of the Thrones, да. Откуда Z? Да. А, ну... Я просто не смотрю, поэтому... Который снимает Игру Престолов. Ты не слышишь? И, соответственно... Я жду, когда выйдет всё, и буду смотреть залпом. А вот, что я смотрю, я смотрю сейчас West World. Вот. Который западный мир тоже снимает HBO. И вот как раз комментарий про Нолана, что вместе с Ноланом... С младшим, правда, Ноланом. Это его дебют как режиссёра, и очень даже неплохо. Он с своей женой вместе... Новый зачитай. А? Новость. Новость. А новость о том, что HBO снимает документальный фильм о Слендермене. То есть, учитывая, сколько процент вообще в кадре появляется у HBO различных частей тела, истории, социальных сложностей... Я даже не знаю, что можно снять про Слендермена. А я сейчас поясню. На самом деле, да, это будет не художка про Слендермена, это именно будет документальный фильм. Почему? Потому что... Я прочитал про этот случай вчера буквально. Не, ну Слендермен-то понятно. Они раскрывают и сам феномен. Они раскрывают сам феномен Слендермена, потому что Слендермен это совершенно точно, совершенно известно, кем придуманный персонаж. Когда появился, где появился, кто его создал. При этом тупые люди почему-то все равно продолжают верить, что это все каким-то образом фольклор, либо реальность, либо что. Я знаю, что вот подобная же штука происходила с «Бухты Кэндалл», которую сейчас вот отлично экранизируют в сериале «Нулевой канал», у которой тоже есть автор, который вообще расстраивается очень из-за того, что... Да, он просто в конкурсе появился. Он просто расстраивается из-за того, что все забывают, что это авторская вещь, и поэтому постят везде без всяких указаний. Интересно, игры по Слендермену вообще-то они как бы авторские права-то затрагивают. Да, по-моему, да. Вот, короче, была такая штука. То есть реально придуманный Слендермен, но при этом он оказал такое влияние на всю современную интернет-культуру и массовую культуру, насколько он стал... Ну, фильмовы ужастиков, страшилок, прочих мемов, не знаю. Есть фильмы, они все так себе, но речь здесь пойдет конкретно о чем? В том, что в штате, сейчас скажу, Висконсин, если не ошибаюсь... Да, Висконсин. В штате Висконсин произошел жуткий совершенно случай в 2014 году, когда две девчонки 12 лет взяли и изрезали ножами свою подругу-ровесницу, свою одноклассницу... Пытаясь принести жертву Слендермену. Они нанесли, серьезно, 19 ножевых ранений. Девочка чудом доползла до ближайшей дороги, там, где она выжила, ее обнаружил велосипедист случайно. Ее доставили в больницу, спасли, вытащили буквально с того света, а там до сердца в одном ранении осталось пара миллиметров. То есть реально девчонки настолько начитали с всего этого дерьма, настолько им вдохновили... Они уверовали, что если они принесут жертву Слендермену, он возьмет их в свои помощницы, видимо, они будут жить в его доме в лесу. Мне кажется, осталось раскрыть вообще, почему Слендермен, откуда он взялся. Слендермен или тонкий человек появился на свет в ходе конкурса Create Permal Image, проведенного на форуме Something Awful в июне 2009 года. А конфликт произошел в 2014 году, о котором ты рассказал, то есть спустя пять лет. И вот с 2009 года он стал героем ряда фильмов компьютерных игр. Слендер, то есть синоним вообще Слендер и стал синонимом что-то ужасного. Насчет ужасного не знаю. Крипи именно. Образ как бы да, образ сильный. Образ такой... Огромный чувак в костюме без лица практически. Ну, то есть, ну, это знаешь, что-то такое... Он просто... Он и зашел так замечательно, потому что это вот что-то такое прямо вот... Ну, где-то вот из глубины, то есть, реально, он неестественный в суд. Ну, что-то, что-то такое, понимаешь? То есть... Вот... Пипишет нам, да. Тут кто-то привел, да, понятие тульпа. То, что все поверили... Вот, но при этом привели то, что это в сверхъестественном был эпизод. А нет, тульпа — это реально есть такое, как бы... Ну, феномен, не феномен, да. То, что чем больше людей в это верят, тем больше вероятность того, что оно в какой-то момент станет реальностью. Надо сделать сильнее то, во что мы вообще верим обычно. Вот поэтому... А кого-то делать сильнее, в смысле, вот, вот, как девочек, вот, вот так вот. Вот, короче, короче, не круто, короче, следите за тем, что там читают, смотрят, играют. Ваши младшие, либо ваши дети, если вы уже старенькие. Если они там богам хаоса жертву приносят, вы им расскажите все как есть. Что-то не надо, да. Как есть. Да. Следующая новость. А теперь, да, последняя новость как раз тоже про то, как размываются границы реальности. Ты тоже хочешь, чтобы я ее зачитал? Да, я вот, да, давай, я ее прокомментирую, но ты вот это прочитай просто исторически важно. То, что я ее... то, что я в начале сегодня пожар запалил и в конце... Допаливай прям, давай. Да. Короче, «Фаллал сделать были» называется новость у нас. В США хотят создать новую Калифорнийскую республику. Что думали? Не в реальности оказались, да. В НКР. Вот уже буквально вот здесь. После победы Дональда Трампа, да, у нас и на этом канале тоже Дональд Трамп, в президентских выборах США в Калифорнии в Орегоне поднялась волна протестов среди местных либералов. Движение «Колэкзит» по аналогии с «Брексит» ратует за выход штата из состава США. На днях один из двух лидеров Шервин Пишевар опубликовал в своем твиттере возможный флаг будущей новой Калифорнийской республики. Там, правда, два еще мишки должно быть возможны в оригинальном-то, а здесь вот один со звездой. Ну да, все сразу, все сразу, все сразу привели это. Даже Брайан Фарга в своем твиттере опубликовал то, что, ребят, вам типа ничего не напоминает. Да, тарантан, две башки. Но при этом, да, вот этот лидер этой организации даже польстил ему то, что это все очень так похоже. Блин, похоже, реально слишком сильно. А вы уверены, что он сам фанат Fallout и взял это из игры, возможно? Нет, вполне возможно, что там действительно исторически как-то мишка с Калифорнией связан. Ну, как с Единой Россией. В принципе. Нет, но имеется в виду, там есть медведи. Пам-пам-пам! Проект Кремля! А почему нет? Трамп, Кремля, да. Нет, мало ли, потому что медведи-то, в принципе, там есть, поэтому... Так вот, да. Да, если что, если что, я не знаю, по-моему, это как-то связано все-таки с тем фактом, что в Калифорнии в ночь избрания Трампа была легализована марихуана, то есть вполне возможно, что ребята просто уже используют свои законные права на пункт. И давайте НКР. Блин, серьезно, то есть весь LA, весь Голливуд, соответственно... Немного подымимый НКР. Все, все Сан-Диего, то есть Комик-Кон. Все теперь могут вообще в открытую дуть. Подожди, то есть... А, ну до этого они в закрытую, чтобы сделать Комик-Кон на тебя. Да. Нет, то есть реально, то есть там сейчас... Как вы можете видеть сейчас на своих экранах, Новая Калифорнийская Республика упоминает... Это... Из полаута. Да. Концов, в который и создается НКР. Не, ну прикинь, то есть реально Калифорния с Голливудом, с Сан-Диего, со всеми делами собирается взять и отделиться. Окей, этих ребят может не так много. Уже пора, мне кажется. Нет, вот, секундочку, то есть... Все могут там, типа, сейчас такие... Все такие, типа, ну нет, ребят, ну куда они... Ну они не отделятся, нет. Я хочу напомнить, что пару лет назад то же самое все говорили. про один остров и пару республик. Вот. А, один остров, да, я тебя понял, к чему это. И вот правильно еще пишут, кстати, Силиконная долина еще. Да. Понимаешь, почему они хотят... В принципе, Силиконная долина откалываешься от США, и все... И все, все, все там остается. То есть, как бы поэтому... Ребят, история пишется на наших глазах. Я говорил, я говорил, что будет весело. Да, будет фоллаутово. То есть, ну они решили не дожидаться ядерной войны. Сразу. Да. Так, ну чего, надо на этом заканчивать. Просто это уже конец, мне кажется, полный, абсолютный конец. На кончиках пальцев. На кончиках пальцев. Новая Калифорнийская республика на кончиках пальцев. А что за остров тебя спрашивают? Вот раскрою секреты и вот, да. Не буду. Нет, ребят. Остров, про который очень... Но не Хоккай, да. Да, про который часто орали в последнее время. Полуостров? Ну, видимо... Там полуостров, да, читаешь? Это наш? Да, там полуостров. Полуостров. Вот Крит, да. Крит, да. Британия, Британия, точно. Про Британию имел в виду. Но это фулпок прав, да. Да. Итак, давай мы друг друга представим, а то здесь вот космодесантник вот здесь стоит и солдат. А на самом деле это Дмитрий Шпилев. И Константин Иванов. И Дмитрий Кудряшов у нас там еще за кадром. Не забывайте про него. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok